В этом ролике друзья рассказывают исключительно о собственном опыте, поэтому постараюсь обойтись без общих фраз о холестерине. Проблемой повышенного холестерина пришлось заняться после тяжелейшего инфаркта у моей мамы. Слава Богу, все обошлось, но на фоне повышенного холестерина и давления были назначены статины, фактически пожизненно. Если вы смотрите этот ролик, вы знаете, что статины имеют серьезные противопоказания. И чуть становится полегче, желание принимать эти лекарства исчезает. Однако при запущенном отрывской эрозии с повышенным холестерином не шутят, поэтому надо было искать альтернативу. Так как физическая активность, слава Богу, и так присутствовала, было решено поэкспериментировать с рационом питания. Итак, какие продукты по той или иной причине не сработали? Во-первых, чеснок. Дело в том, что в количестве более двух зубчиков в день, даже в приготовленном, отварном, запеченном виде, вызывал достаточно сильные давящие боли в области сердца, поэтому пришлось от такого количества отказаться. На цифрах холестерина не сыграли. Популярные овсяные хлопья на завтрак, на воде, тоже не сработали. В разных вариациях. И с изюмом, курагой, черносливом, и с орехами. Особо холестерин не понизили. Возможно, сработали бы популярные пряности, но даже щадящий имбир с лимоном на фоне повышенной кислотности желудочного сока не пошел. И первым продуктом, который уже за 2 недели понизил на 2 единицы холестерин, стало киви. А через месяц холестерин спустился до 6 единиц. А схема такова. Ежемесячно по 2 киви, ежедневно, в сыром виде. До еды тщательно промыть, ошпарить кипятком и съесть вместе с кожурой. Так как эффект удивил, изучила вопрос по киви, поняла, что сработало несколько факторов в комплексе. Это и пектины, которые выводят холестерин, это и энзимы, которые помогают расщеплять жиры. И два наиважнейших витамина для сосудов. Витамин С, который укрепляет стенки сосудов. И В9, фолиевая кислота. Киви-чемпион по ее содержанию. А в современной медицине сейчас широко обсуждается так называемая теория гомоцистеинного происхождения атеросклероза. Если в организме много соединения, которое называется гомоцистеин, он делает внутреннюю поверхность сосудов более рыхлой и шершавой. И на такой поверхности быстрее оседает холестерин и кальций, которые образуют бляшку. Так вот, такое вредное соединение разрушается с помощью в основном фолиевой кислоты и еще витамина В12. А проблема вся в том, что фолиевая кислота на 80% разрушается при приготовлении пищи. К примеру, фолиевой кислоты очень много в бобовых культурах, но представьте, что там остается после долгого термического приготовления. Киви же и чемпион по содержанию фолиевой кислоты и потребляется в сыром виде. Поэтому показатели фолиевой кислоты в плодах остаются неизменными. Однако, рынок магазина далековато, постоянно покупать киви неудобно, да и накладно, поэтому подыскиваем альтернативу. И что приятно, второй продукт из серии дешево и сердито. Наталкиваюсь на статью, что тотальная диета на перловке снижает уровень холестерина за 2 недели в 2 раза. Будем экспериментировать. Я уже упоминала, что овсянка не сработала, но подчеркнем, овсянка в хлопьях. Я думаю, что каша из цельного овса будет работать так, как и перловая крупа. Через 3 недели холестерин у мамы был в норме, но диета была действительно тотальная. На день готовилась кастрюля перловки и она заменяла все хлебобулочные изделия, то есть хлеб не употреблялся, не говоря уже о каких-то там очных сладостях. Изредка готовились каши из пшена и цельного овса с добавлением тыквы, морковки и других овощей. Но несмотря на то, что перловка имеет высокую биологическую ценность и была когда-то основой рациона гладиаторов, все-таки диета жесткая, на ней долго не протянешь. Интересно, что когда я подсела на перловку и ограничила жиры в своем рационе, сразу получила замечание от терапевта. Холестерин снизился до 3 единиц, а пониженный холестерин возможно еще хуже, чем повышенный. А третьим продуктом, который позволил уменьшить перловку в рационе, стали, я там надеюсь вы сидите, если у вас повышенное давление, лучше присядьте, Жучки – это тихая, милая, спокойная, без запаха, поверьте. Насекомое прочно поселилось в нашем доме и заняло почетное место в нашем рационе. Некоторые приписывают им антираковые свойства, но они меня заинтересовали как природный источник прекрасного сорбента, который выводит холестерин хитина. Начиталось разных исследований о хитозане, но препарат хитозан – это не дешевое удовольствие. Поэтому, как альтернативу, нашла вот этих жучков. Размножила, а сейчас раздаю всем желающим. После неудачного опыта герудотерапии и лечения пиявками с таким ружистым воспалением, целыми язвами, мама настороженно отнеслась к этим жучкам, но начинали с одного, чтобы проверить на аллергические реакции, а теперь каждый день, ну сколько там слоем, 15 штук, как правило, в среднем. Главное, что жевать их не надо, просто глотать. И помимо ценного хитина, практически бесплатного, считается, что они выделяют ценнейшие ферменты, которые угнетают патогенные микроорганизмы и повышают иммунитет. Можете посмотреть, у меня на канале есть видео «Жук-знахарь, как быстро размножить». Сейчас холестерин в норме, никаких диет мама не придерживается, и кусочек сала может себе позволить, и молоко пьет. Физическая активность присутствует, так как частный сектор, ежедневно перловая каша на завтрак на воде, ну и 10-15 друзей жучков в день. Вот такой опыт, друзья, моей семьи в плане холестерина, уж не обессудьте, как смогла, так и поделилась. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok